МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добыча нефти в России по итогам 2015 года увеличилась до рекордного уровня 534 миллиона тонн. Это самый высокий показатель в постсоветское время. Причем поставки нефти на отечественные НПЗ сократились на 1%, а вот экспорт за границу увеличился на 10,5%. Наращивание нефтедобычи на фоне падающих цен характерно сейчас для большинства стран-экспортеров. Прирост объема банковских вкладов населения составил в 2015 году 20%. Констатирует Центробанк, это больше, чем он ожидал. Такой прирост свидетельствует о возвращении веры россиян в отечественную банковскую систему и вообще в отечественную валюту. Ведь наибольшее увеличение объемов показали рублевые вклады, а они приросли на 2 триллиона рублей за год. Краснодарский крен растил объем экспорта лесопродукции в Сирию и Египет. По итогам 9 месяцев прошлого года в Сирию была отгружена древесина на 7,5 миллионов долларов, в Египет почти на 83 миллиона долларов. Правительство края ожидает и дальнейшего роста экспорта лесоматериалов в ближневосточные страны. В декабре, за несколько дней до Нового года, законодательное собрание в первом чтении утвердило проект закона об индустриальных и промышленных парках на территории Красноярского края. Этого документа у нас ждали давно, примерно год, с тех пор, как появилась федеральная база для работы с промпарками, и которая требовала издания регионального закона. Вот он и появился, пусть пока в проекте, но, как обещают, окончательное принятие состоится уже в ближайшее время, так, чтобы система поддержки новой промышленности заработала уже в этом году. Промышленные парки – особые территории, на которых размещаются различные производства. Это могут быть тематические парки, когда все фирмы объединены одним направлением, например, металлообработкой и машиностроением. Это могут быть промпарки из категории «Гринфилд», когда территория под будущее производства обустраивается на пустом месте в чистом поле. А могут быть из категории «Браунфилд». Тут наоборот – берется уже обустроенная, но заброшенная площадка. Для Красноярска с его огромными цехами бывших заводов-гигантов, ныне ветшающих, это лучшее решение. Был завод, который не пережил рыночных отношений, остались электроподстанции, коммуникации, дороги, железнодорожные тупики и прочая инфраструктура. Так вот, почему бы на этой территории не построить несколько новых производств, которые уже наоборот нужны рынку? Это фактически развитие нашего промышленного комплекса, в том числе Красноярска и Края. Именно тех территорий, которые были заброшены у нас последние 20 лет. Мы тут решаем два вопроса. Мы, во-первых, развиваем промышленность в Красноярском крае, а во-вторых, каким-то образом возрождаем жизнь на большом количестве промышленных территорий, наших бывших заводах, которые сейчас простаивают и в плачевном состоянии. Но действительно жалко смотреть на те производственные мощности, которые были когда-то созданы и сейчас не востребованы. Впрочем, еще не ясно, какой промпарк строить проще. Начинать с нуля в чистом поле или переделывать и реконструировать чьи-то старые цеха. Тем не менее, инициатива у бизнеса есть. В крае имеется несколько примеров, как промпарков серии «Браунфилд», так и серии «Гринфилд». Но все они работают пока фактически на добровольных началах и выглядят просто как девелоперские проекты. Вот вам промышленные площадки, сдаем в аренду под производство или склад. Между тем, на федеральном уровне принят закон о промышленной политике, который предусматривает, по сути, появление в России новой промышленности. Для этого недостаточно просто обустраивать площадки. Для этого нужна целая система мер государственной поддержки в виде льгот и субсидий, как для самих промпарков, так и для их резидентов. А для этого, прежде всего, необходимо составить списки «Реестры получателей поддержки». Эту функцию федерация возложила на регионы. И вот Краевое правительство и Законодательное собрание разработали такой базовый региональный закон, который только сейчас узаконит официальный статус имеющихся у нас промышленных парков. На самом деле это основополагающий закон для всех промышленных парков, действующих на территории. Ключевым требованием федеральных законодательных актов и банков, которые специализируются на выдаче таких продуктов, это Сбербанк и Веббанк, является признание площадки индустриальным парком со стороны региона. До тех пор, пока такого законодательного акта нет, в регионе отсутствует порядок, как можно признать ту или иную площадку индустриальным парком. Если просто обратиться в банк за кредитной линией на строительство промпарка, то на общих основаниях можно попробовать рассчитывать на небольшие суммы под большие проценты. И в то же время некоторые банки разработали специальные условия для промпарков, где сумма кредитов уже побольше, а ставка более приемлема – в районе 15-16% годовых. Но такие продукты доступны именно для официальных промпарков. Так же, как и финансовые вливания от федерального правительства – либо прямые на строительство парков, либо на субсидирование процентных ставок. Лимит от Минэкономики на каждый регион – 200 миллионов рублей. Ранее на особых условиях эти деньги выделялись на возведение Железногорского промпарка. Сейчас за эти средства смогут побороться и остальные – частные площадки. Это позволит увеличить общее количество площадей индустриального парка, позволит закончить работы по приведению инфраструктуры в порядок, соответственно, увеличить надежность электроснабжения, водоснабжения, канализования. И самое главное – это позволит быстрее двигаться, чем мы двигаемся сейчас, делая все на собственные средства. Потенциально площадок в Красноярске существует достаточно большое количество. Официально заявились четыре, включая нашу площадку. Я думаю, что сейчас с принятием закона многие начнут заявляться и более активно развивать свои площадки. Это действительно закон, который отражает специфику Красноярска. Он очень долго обсуждался с предпринимателями. И вот эти полгода, которые прошли из федерального законодательства до внесения этого закона, они фактически все прошли в диалоге с предпринимательским сообществом, каким образом необходимо прописать критерии, чтобы это было точечно, но очень эффективно. Это будет очень значимый, весомый инструмент для развития нашего промышленного бизнеса уже в 2016 году. И это будет только первый закон на пути к формированию полноценной системы поддержки промышленных парков. Ведь нужно, чтобы появлялись все новые, и не только в Красноярске и Девногорске. У нас много других примеров, где, с одной стороны, пустуют старые промплощадки, а с другой стороны, остались инфраструктура, технологии и специалисты, готовые вернуться на производство. Будут и вспомогательные законы, предусматривающие финансовую поддержку таких проектов, чтобы не только федерация помогала, но и краевый бюджет. Но это потом, когда появятся деньги на все это. А пока принимается базовый закон, формирующий само понятие промышленного парка. И скоро мы увидим их в большем количестве в нашем крае. В декабре вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов. Там много всего, но главное – это изменение системы взимания пени за просрочку жилищно-коммунальных платежей. До этого много лет применялось одно простое правило, известное всем. За каждый день просрочки начислялась одна трехсотая от ставки рефинансирования Центробанка. Давайте на примере. Итак, сначала как было. Допустим, наша квартплата – 3000 рублей. Мы должны внести ее, образно говоря, до 20-го числа следующего месяца. Если не заплатили, то уже за 21-е число капает пени – одна трехсотая. Умножаем 3000 рублей на один день. Умножаем на 00825 – это был прежний уровень ставки рефинансирования. Делим на 300. Итого 82,5 копейки за каждый день. Если за месяц умножаем на 30 – это 24 рубля 75 копеек. Если не платим три месяца, набежит 74,25. А через полгода уже 148,5 рублей. Это повторим по старой схеме, исходя из одной трехсотой за каждый день. Теперь же с января этого года появилась трехступенчатая схема. То есть, если первый месяц не будет облагаться пеней, с 31 по 90 день пеня будет составлять одну трехсотую ставки рефинансирования. И с 90 дня будет одна 130 ставки рефинансирования. То есть, для должников, которые имеют большие сроки просрочки, пеня значительно увеличивается. Для тех, кто старается оплачивать своевременно и в полном объеме, конечно, новость хорошая. Ну, где-то опоздал на день-два, то есть, соответственно, уже можно без каких-либо санкций прийти оплатить. Но для тех, кто не оплачивает долгое время, новость, наверное, не очень хорошая. То есть, первый месяц вам теперь попросту простят. Это действительно хорошая новость для тех, кто, например, должен успеть заплатить за квартиру 17 числа, а зарплату у него только 20. Или для тех, кто уехал в командировку или в отпуск, и пеней ему начисляются вынужденно. Теперь, безо всякой спешки, мы понимаем, что если квартплату за январь нужно внести до 20 февраля, то в действительности у нас есть еще целый месяц до 20 марта, пока не будет начисляться пене. И только потом, с 31 дня по 90, будет включаться та самая 1,03 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. А вот затем, с 91 дня и далее, уже 1,130 от ставки. То есть, понимаем, делитель меньше, значит, сумма пеней будет уже больше. Причем, имейте в виду, с этого года Центробанк приравнял ставку рефинансирования к ключевой ставке. И теперь она не 8,25, а все 11% годовых. А значит, пене обойдутся еще дороже. Но давайте опять на примере. Те же самые 3,000 рублей – это наша квартплата. Первый месяц пеней не начисляется. Затем, за каждый день, 1,03 от новой величины ставки. Это будет рубль 10 копеек. Через 3 месяца у нас накопится 66 рублей. А через полгода, с увеличенным коэффициентом, мы накопим уже 240 рублей 71 копейку. Напомню, по старой схеме это было бы только 148 рублей. Так что пене теперь перестает носить какой-то символический характер и сравнивается примерно с банковскими ставками по кредитам. И это логично. Если ты не заплатил вовремя за квартиру, то фактически ты прокредитовался у своей управляющей компании. И за это удовольствие нужно платить по рыночному. Вообще, с этого года борьбу с должниками, по всей видимости, ужесточать. Ведь есть еще одно важное новшество. Это постановление Верховного суда, которое разъясняет и обобщает практику исполнительного производства в отношении должников. Тех, кто не платит за квартиру, но владеет каким-нибудь хорошим имуществом. Теперь в спорных ситуациях суды будут вставать на сторону кредиторов. Возможно накладывать арест на любое имущество, даже если его стоимость несоразмерна за должность. Ранее тоже была проблема. Например, при долге в 10 тысяч было очень сложно арестовать имущество, например, автомобиль стоимостью 2 миллиона. В основном отказы. На сегодняшний день не имеет значения стоимость имущества и не имеет значения размер долга. Если у должника иного имущества нет, то арестовано будет любое имущество, даже несоразмерное по цене. В общем, вывод один. С этого года лучше не доводить до образования задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Даже если по объективным причинам не получается заплатить вовремя, вам дается месяц без начисления пения. Зато потом все будет очень по-жесткому. Это, конечно, не единственные изменения с 1 января. Есть и другие. Но о них мы будем рассказывать уже в следующих программах. К слову, очередной выпуск нашей экономики через неделю. Расскажем в частности об изменениях в налогообложении вкладов. На какие процентные ставки лучше не обращать внимания, чтобы не напороться на налог. На сегодня же у нас все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова